Здесь лето, а здесь зима. Здесь можно на коньках кататься, а здесь синхронным плаванием заниматься. Вот так обстояли дела в яхт-клубе, когда мы привезли туда яхту. Для спуска на воду было еще рано и мы спокойно могли закончить оформление документов, а именно поставить ее на учет. В принципе, это можно было сделать и в Таганроге, при покупке. Однако там мне было необходимо предоставить ГИМС сборку договора с местным яхт-клубом на хранение яхты. Так как такого договора у меня не было, и он мне был не нужен, я решила не заморачиваться и подождать до дома. По счастливой случайности, отделение ГИМС оказалось всего в 6 километрах от нашего яхт-клуба. Документы оформили быстро, без лишних проволочек, и у нас было время заняться подготовкой яхты к спуску на воду. Витя моет яхту. Смотрите, какая чистая у него яхта. Вообще, это виден конек мыть яхты. Это у него получается просто шикарно. Яхта просто блестит, как новенькая. Что? Ха, да, дети стартапа. Только в чем стартап я не знаю, но поверю на слово. Поскольку это наш первый сезон под парусом, и первый сезон на этой яхте, недостаток опыта не позволяет нам достоверно определить, какие именно работы реально необходимы, а на что можно забить. Мы решили сильно не тратить. А потом уже ближе к осени определиться, какие работы нужно сделать к следующему сезону, а чем можно пренебречь. Начали мы с покрытия дна не обрастайкой. Делаю контур, чтобы краска одного цвета не залезала на краску другого цвета. А я тем временем избавляюсь от старого названия «Авось Таганрог». На будущее название клей отлично оттираются бензином и можно не царапать борщ крепком. Первый этап – нанесение грунта. Потом будет точно такой же второй этап – покраска. В принципе, многие говорят, что в местных пресных водах дно сильно не зарастает и на необрастайку можно не тратиться. Однако наше дно требовало покраски. А раз уж все равно красить, решили красить сразу не обрастай. Красили сами. Вместе с грунтом краска обошлась нам порядка 15 тысяч. Осталось поставить мачту и можно спускать на воду. Да-да, вы не ошиблись. Мачту мы решили ставить на берегу. Знакомые сказали, что так удобно. И так как опыта у постановки мачты не на суше, не на воде у нас не было, мы решили воспользоваться советом. В принципе, это нам удалось достаточно легко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Рангоут и такелаж на яхте оказались в хорошем состоянии. В принципе, докупать или менять, чтобы подарки пришлись. А вот перо руля у нас растопилось. Пробовали его проклеить, но это не помогло. Пришлось обратиться к скотчу, но это временная мера. Его придется, скорее всего, менять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Ну, повеснул. Есть на крыше топлива бака имеется. Стой! Болты все на 200, ослабьте его на 2-3 оборота. Да! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И только через несколько часов, когда мы уже совсем отчаялись и опустили руки, он завелся. Ура! Наконец-таки у нас завелся новый китайский мотор. Витя, свершилось! Что ты сделал на шаманю? Сейчас все наоборот. Я краник подачи топлива поставил в положение выкол, когда топливо прошло. А крантик закрытия заслонки дросселя поставил в положение наоборот. Наоборот, как оно должно быть закрыто. и тоже все заработало. Китай есть Китай. А пока я все это не сделал, он уже тихо поедет. Мы сделали это! Теперь поднимаем за это дело чашку чая. Прочитаем инструкцию и сделаем все наоборот. Это девиз нашего движка на то, чтобы это понять у нас уже полна. Что ж, примерно так проходил наш первый спуск навыков. О том, как мы проходили техосмотр, какие еще работы мы делали на воде и как мы в принципе доводили яхту до ума, мы расскажем позже. Следите за нашими обновлениями, подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Нам интересно ваше мнение. Сидим на борту с лагерью яхты. И арчаек. Одна чашка на двоих. Ну ничего. Четыре вообще-то. Ах да, можно перешвартоваться на другое место. Теперь мотор работает. У нас приключения были. Это под веслами как-то сложно. Мы опробовали свою яхту на веслах. Давай опробуем ее на моторе. Да, поняли, что яхта и весла это не очень совместимые вещи. Все, свартовывайся, давай пошли.